Привет всем! Мы продолжаем распаковывать старые киндер сюрпризы. У нас сегодня очередной выпуск, очередные 9 упаковок из трех киндеров. Так, начнем с вот этой вот первой упаковки. У нас на непонятном каком-то языке написано. Коллекция с пожарной девочкой, еще и у нас здесь спанчбоб почему-то. Ну и достаточно старая. Это коробка 2008 года. Так, давайте посмотрим, кто нам в ней попадется. Итак, открываем. Надеюсь, что содержимое будет такое же, как на картинке нарисовано. Так, а не будет у нас обмана. Так, открываем. И выглядит все неплохо, да. Выглядят хорошо сохранившиеся киндеры. Еще старые, смотрите, завернутые по-старому. И срок годности у нас здесь как будто бы до 11 года. Нет, похоже, все-таки не те киндеры нам сюда подложили. Но тоже достаточно не новые. Так, посмотрим, кто нам в них попадется. Итак, открываем первый. И здесь у нас какая-то сборка. А, классная сборка. Чистенько у нас же была. Это печати. Или нет? Нет, это другое. И не печати, которые привет на разных языках написаны. Так, или все-таки это они? Нет, это они, да. Печать на которых привет на разных языках написано. Но у нас был немецкий, теперь французский. Смотрите, по-французски у нас привет. Сейчас посмотрим, как будет привет по-французски. И вообще идея была классная. Может было бы снова выпускать, например, чемпионат по футболу, который недавно был в такой кунте сфере. Мне кажется, пошла бы она очень хорошо. Итак, здесь у нас привет печать по-французски попадается. И, оу, палец меня тут немножко оторвался. Так, белый палец был. Не страшно. Приклеили. Ну и можно прямо здесь сюда куда-нибудь на бумажечку его подставить. А вот, кстати, вкладыш, на котором, собственно, на всех языках написано, на которых у нас привет, салют. Да, салют у нас будет по-французски. И мы сейчас попробуем поставить печать. Оп. Салют, салют, салют. Видите, когда они сильно давят, что очень неплохо получается. Итак, следующий киндер открываем. Так, видите, раньше как их запаковывали, что сложно открывать. Да, сейчас попроще. Сразу надавил в середине и открылся киндер. Итак, смотрим следующий. Будет ли у нас вообще здесь коллекционная игрушка. Открываем. И сборка. Да, видели мы тоже эти сборки. Разные животные. Такие похожи на Тун серия. И можно их было менять местами. Да, голову, например, рыбы, засунули бегемоты. А вот такая вот у нас здесь идея была у киндера. Сделать такую игрушку в трансформер. Можно было менять перед задом. Ну и здесь у нас такой вот носорог попадается. Так, посмотрим. Попадется нам коллекционная игрушка в третьем киндере. Итак, открываем последнюю из этой упаковки. И здесь у нас капсула не темная. Ну, посмотрим. Так, что у нас здесь будет? Здесь какой-то у нас дом попадается большой. Ух ты, симпатичный дом попадается. И, да, дом, который у нас все как сцена какая-то. Какой-то пулятельный механизм. В общем, что-то такое большое, непонятное. И здесь у нас такой вот интересный механизм. Домик, лыжный и лыжник внутри. Видите, спрятан. Тогда, если нажать у нас хоп, то он выезжает, собственно, на своих лыжах. Ну, в общем, такая вот пулялка, да, из прошлого. Из старых киндер-сборок. В общем, пытался киндер что-то такое придумать. Итак, следующий у нас Hot Wheels. Одна из тех, гарантированно, должна попасться из Италии. Сорпреза. И, по-моему, у Hot Wheels этот у нас был... Нет, наверное, не это, другие были, да. Новогодние коллекции. Однажды большой у нас был календарь такой распаковывали мы. И 2000 у нас... О, 23-го года. О, это у нас какой-то совсем новый. Хотя я не помню такого Hot Wheels. Так, какой-то совсем новый киндер 23-го года. Hot Wheels. Вау, прошла она меня, эта коллекция. Видимо, в прошлом году она выходила, да. Hot Wheels, коллекция прошлого года с Италии. Так, не знаю, как она у меня здесь попала. Но, тем не менее, да, Hot Wheels с Италии действительно, вау. Смотрите, цельная машинка, да. Выглядит, конечно, так себе. На Hot Wheels совсем не похожа. Но, тем не менее, да, Hot Wheels там является. И, да, какая-то коллекция, которую я до этого не видел. Смотрите, здесь у нас несколько машинок. Много разных и очень много наклеек. А, прям совсем-совсем много. Ну, а сама машинка так себе, прям, скажем, сделана. А, единственное, что она вот у нас тут вверх-вниз немножко ходуном ходит. Да, ну, неожиданно, неожиданно. У нас здесь новая достаточно коллекция попадается в Hot Wheels. Так, посмотрим, что у нас во втором. Нет, во втором у нас сборка. Ну, тут у нас новая сборка будет, очевидно, прошлого сезона, 23-го года. И для нас, собственно, ничего, ничего нового. Видели мы уже эту сборку. Вот так вот у нас в старой распаковке неожиданно новая распаковка попадается. Это старая сборка, игра такая по типу Мэймори. Ну, не знаю, мне кажется, никто в такие сборки не играет. И сразу, мне кажется, они отправляются в мусорные ведра. Итак, последняя у нас тоже сборка с предыдущего сезона. Не так интересно. Это у нас водяной пистолет, который тоже частенький гость был у нас в прошлых распаковках. Да, вот так у меня, жизнь у нас новая, да, новая упаковка достаточно попалась вместо старой. И вот такой вот водяной пистолет у нас здесь попадается. Итак, идем дальше. Упаковка такая необычная какая-то у нас здесь. фана фуд какой-то, киндер сюрприз, и как будто бы тоже какой-то футбольный у нас в серии приурочена. Упаковка была 2002 года. Очень-очень старая. Смотрите, надеюсь, что здесь у нас будут, собственно, сюрпризы тоже внутри. Те же старые 2002 года, как упаковка. Так, ну, посмотрим в таком состоянии у нас. Киндер и прибывает в состоянии не очень. Являются ли они старыми или нет, посмотрим. Надеюсь, что, надеюсь, что, да. Так, посмотрим. Написано, по крайней мере. Нет, написано, не поставим. Нет, снова у нас здесь подложили не то, 2011 года. А иногда у нас тут прям полный обман, иногда нет. Так, посмотрим, что попадается. О, это у нас как Bugs Bunny, да, серия. Относится, наверное, коллекционная, несмотря на то, что это просто такие наклеечки. Наклеечки, которые надо наклеить, собственно, на эту бумажку, да, которые переливаете по-разному. Луни Тунс, да, Луни Тунс. А, нет, у нас такой пазл, что ли. Как будто бы пазл, который, вау, который переливается, да, туда-сюда. А, нет, у нас и карточки, и пазл. Ну, в общем, все подряд, киндер решил нам положить. Так, давайте его соберем. Да, это у нас такой пазл, в котором эти две переливаясь к картинке, тоже частью пазла, собственно, являются. Итак, следующее открываем. Здесь у нас какая-то цельная машинка выпадается. Смотрите, ничего собирать не надо. Так, посмотрим, что это у нас за машинка. Так, у нас два вкладышка, как будто вы положили. А, да, она просто оттягивается у нас назад, и тогда едет вперед, да, механизм у меня такой. И вся серия выглядит так. Ну, что ж, да, о, едет, кстати, неплохо. Ну, сама машина, конечно, не такая машина, которую мы видели в распаковке старых киндеров. Да, в них 55 килограмм-кинг сюрприза серии роликов. Так, что это у нас? О, это снова ужасная какая-то сборка. Сразу видно, что это 2011 год пошел, когда киндер стал делать эти ужасные-ужасные просто сборки. Так, здесь у нас какой-то парусник. А, ну, парусник еще не так плохо. Только еще, кстати, ничего получилось. Единственное, все эти бумажки рвутся, теряются. И, не знаю, киндер... Хотелось бы, конечно, чтобы киндер, кстати, от этих бумажек ушел. Следующая у нас коллекция 40 лет киндер сюрприза. Ну, и вот в этом сезоне у нас 50 лет киндер сюрприза. Ждем тоже юбилейную коллекцию. Ну, вот 40 лет коллекции у меня тоже, к сожалению, нету. И хотелось бы когда-нибудь полностью тоже собрать. Так, надеюсь, здесь она. Да, она. Видите, такая у нас тут специальная упаковка была у киндера. 40 лет. Ну, вот 10 лет назад вышла эта коллекция. Не знаю, будет ли в этом году снова у нас такого же типа коллекция. Но думаю, что нет. Насколько я знаю, нет. Будет другая коллекция юбилейная. Но тоже должна быть очень классная. Хотя жалко, да. Классные были все эти бегемотики, пингвинчики. Но вот на 40-летний юбилей киндер неплохо придумал выпуск и коллекцию со всеми своими самыми известными фигурками. Здесь у нас попадается такой слоник на машинке. Так, катается в парке аттракционов. Ну, и вот куча наклеек, которые можно обклеить эту машинку. Итак, посмотрим, что у нас во втором, третьем киндере попадется. Так, у нас состояние не такое хорошее. Попадется ли нам еще одна коллекционная игрушка? Нет, к сожалению, сборка попадается. Итак, открываем. Что за сборка? И здесь у нас снова, да. Просто такая простая сборка. MixArt тогда это была, да, по-моему. Да, просто у нас краски и кисточка. Такая вот фигурка. Ну, достаточно простенькие были сборки 10 лет назад. Сейчас мне кажется, киндер стал чуть-чуть лучше делать сборки. Так, и последний киндер из этой упаковки. Так, посмотрим. 40 лет киндер сюрприза. Нет, к сожалению, еще одну коллекционную нам киндер не положил в эту упаковку. Так, смотрим, что у нас здесь попадается. И здесь у нас... А, такой попрыгунчик, да. На пружинке. Тоже, по-моему, кстати, MixArt. Нет, GoMove была серия тогда. Да, ну, сборки... Сборки так себе были. Хотя вот здесь что-то у нас такое, что такое оригинальное. Сделал киндер. Да, можно было так подпрыгивать. Ну, что-то приятно не очень. Можно так подпрыгать и... Ну, приятно, как-то не очень. Итак, идем дальше. Как следует, что у нас тачки. Прекрасный мультфильм. Тачки Disney Pixar. И тоже меня нету этой коллекции. 12 игрушек, смотрите. В серии по-английски все написано. И когда это была коллекция, то первая часть в 2007 году. Аж в далеком 2007 году. Когда еще были неплохие сборки. Игрушки были еще раскрашены вручную. Посмотрим. Они... Да, как будто бы они. Как будто бы они. Но вот состояние, конечно, не очень. Да, еще старый капсул у нас здесь. Действительно, с 2007 года. У нас здесь сейчас будет коллекция. Ну и одна коллекционная должна попасться. О, даже похоже не одна. Смотрите, у нас здесь не знаю то, что капсула не темная. Попытается Миссия Крот. Тоже мне ни одной нет. Миссия Крот. Миссия Крот 2. Их внутри части. Или может быть две части, да, у Киндера. Миссия Крот. И какой у нас тут Крот, который какие-то очки шпиланские, наверное, пытается продать. И часы на пляже. Нет, у меня тоже это коллекция. Ну здорово, что попалась коллекционная. Еще такая неожиданная. Так, посмотрим во второй капсуле попадается машинка. Да, еще тогда машинки были неплохими в 2007 году у Киндера. Так, посмотрим, что это за серия. Это у нас такие вот старые кабриолеты. У нас, наверное, кадиллак такой. Была у меня розовая такая машинка. Когда-то в детстве, ну, наверное, еще даже не такая, еще старее, чем в 2007 году. Почему-то я все время думал, что машинка Элвиса Пресли. Итак, смотрим коллекционную игрушку и тачки. У меня вообще нет ни одной игрушки в тачке коллекции. Да, это вот первая моя коллекция. Вал, ну тут, конечно, машинка получше, чем наш кадиллак. Итак, тачки. Вот она у нас, вся серия. Молния Маквинда. Первая часть, по-моему, тачки была еще раз. Киндер сюрпризы. Вообще, конечно, классно. Смотрите, какая красота. Прям цельная фигурка. Ничего, ничего никуда не надо добавлять. Уже все есть. Все наклеено. Все сделано. Нет, одна маленькая наклеечка есть, боковая. Но в целом, да, полностью, полностью классная. Смотрите, цельная коллекционная игрушка. Итак, первая моя коллекционная машинка из тачек. Есть. И мы к следующей упаковке переходим. Здесь Астрикс и Викинги. Одна из трех коллекционных игрушек должна попасться. Французская у нас упаковка. Но от Астрикс и Викинги был еще Астрикс у нас к юбилею. И несколько коллекций Астрикс. Ни одной у меня тоже нет. Это тоже очень старая, 2007 года коллекция. И так, посмотрим. Да, она, она. Смотрите, как хорошо она еще запакована была. Да, с 2007 года. Ну и посмотрим, сколько нам попадется коллекционных кружек. Надеюсь, все-таки больше положил Kinder, чем одну из трех. Ну, написано, конечно, одна из трех. Да, еще и тоже старые капсулы. И хотелось бы мне эту коллекцию, конечно, тоже всю собрать. Так, посмотрим. Ну, видим, что иногда у нас в сборках, да, вместо сборок все-таки коллекционные серии попадаются. Например, миссия Крот. Вот здесь попадаются, о, эти смешно, хорошо сделанные пулялки. Нравятся мне всегда, как они работают. Прям вот классно. Не знаю, почему Kinder их не повторит. Сейчас может быть тоже сделать. И прям они стреляют. Действительно. А, действительно хорошо, да. И потом крутится по стопу. По стопу их стрельнут. Вот, очень хорошие сборки. Нравились мне когда-то. Идем дальше. Следующий Kinder открываем. Так, и здесь у нас может уже будет коллекционный наш Астрикс. Нет, что-то другое попадается. И так, обычная капсула, по крайней мере. Открываем ее. И кто у нас тут попадается? Снова такая же допулялка. Еще одна. Вторая. Ну, вот, видеть их тут очень-очень-очень много. Делал Kinder раньше, ну и сами они по себе были, да. Прикольные, хорошо сделаны и прям тоже хорошо работали. И так, ну, единственное, что только цветами отличались. Ну и последнюю Kinder из Астрикса. Собственно, коллекционная наша игрушка. Так, открываем, посмотрим. Обычная капсула тоже. Так, ну, надеюсь, все-таки капсула. Обычная содержимая, все-таки коллекционная. Открываем. И нет, вот так вот. А, видимо, все-таки одна из трех здесь не гарантированно во Франции. Нет, написано. Смотрите, одна из трех. Ну, вот видите, вот вам и одна из трех. Все три, все одинаковые. Только с одинаковой сборки, только с разными цветами. Да, жалко, жалко, жалко. Следующая упаковка у нас, так, кунг-фу панда. Тоже у меня нет этой коллекции. Она тоже достаточно старая, девятого года. Да, кунг-фу панда. И давайте откроем. Так, надеюсь, здесь кунг-фу панда и лежит. Эта коробка, да. Слушайте, сегодня, смотрите, без сюрпризов. Что должно быть, то и лежит. А, правда, только две. Вот так, правда, только две. Вместо трех положили. Но, по крайней мере, да. Они, смотрите, киндер-сурпреза и 2009 год. Итак, надеюсь, что коллекционная игрушка нам из этих двух попадется. У, что-то выглядит совсем плохо. Шоколад. Итак, достаем нашу капсулу. И... Так, уже новая капсула. Вау, это у нас мини-купер. Да, была специальная серия, но, конечно, все-таки коллекционным относится. Мини-купер. Или это смарт, подождите. Нет, это смарт. Да, это смарт, мерседеса. И... Смарт коллекция, да. Смарт фату. Даймлер АГ. Собственно, так. Который и есть у мерседес-бенса. И... Класс. Классно. Вот такая вот сборка тоже. У меня, кстати, нету в этой коллекции. У меня есть ее мини, Порш и много. Но вот именно смарта в всей коллекции из четырех машинок нету. Итак, ну ладно. Неплохо. Открываем. Второй киндер. И... Так. Может, все-таки коллекционная, надеюсь, здесь игрушка нам попадется. Так. Смотрим, смотрим, смотрим. Да, супер. Кунг-фу панда должна быть. И это очень-очень неплохо. Итак, открываем. Вот она, кунг-фу панда. И наш тигренок попадается. Так. А это у нас какая из частей? Первая часть, наверное, да. Дринджок, с кунг-фу панда. И тоже у меня нет этой коллекции. Вообще, многих из тех, которые вот упаковки из трех мы распаковываем. В этой серии роликов многих у меня нет. Так. Такой вот тигренок из кунг-фу панды нам попадается. И... Идем дальше. Смэйджик Спорт 2. И нет у меня ни одной, ни второй. Такая футбольная коллекция, когда она была в 2000... О, сколько у меня тут выпало всего. Спорт. Так. О, выглядит все очень плохо внутри. Так. Надо, надо доставать капсул. А коллекцион у нас есть. Ну, давайте начнем со сборок. Смотрим, что за сборка. Так, сборка тоже какая-то неплохая. Смотрите, машинка. Выглядит неплохо. Так, ну, раньше у нас еще в эти годы неплохая была сборка киндера. Да, такие вот машинки гоночные, которых еще и кузов открывается вверх. Кстати, неплохо сделана машинка. Да, вот так вот у нее весь ее, собственно, кузов открывается. Ну, и можно еще кучей наклейки ее обклеить. Так, идем дальше. Следующая у нас капсула здесь. О, здесь у нас что-то много всего непонятного попадается. Какое-то ведро. О, снова наклейки. Так. Здесь у нас такая мусорная коллекция. Разные мусорные ведра. Ну, и вот тут у нас художник. Мусорное ведро. И выплевывает у нас тут такую кляксу, да, может, на дорогу. Так. И теперь посмотрим, что у нас попадется в коллекционные игрушки. И, собственно, эта коллекция футбольной попадается. Странно, что киндер не выпускает к футбольным чемпионатам снова коллекционные серии. Поскольку, да, мне кажется, неплохо было бы. Сейчас было типа от Европы, например, в Германии. Можно было бы выпустить какую-нибудь футбольную коллекцию. Можно даже такого типа. Ну, и вот здесь у нас такая кенгуру-футболист. Вот так вот и она может гулять мячик. Ну, что ж, тоже мне нет коллекции. Здорово, что попалась игрушка. И мы переходим к последней упаковке на сегодня. И последний у нас котят египтят. Очень старая коллекция 98-го года. Не знаю, будут ли здесь именно у нас котята египтята. Но вообще, оу, коробка выглядит очень плохо. Так, открою сразу над мусорным ведром. Надеюсь, что будет. О, тут у нас еще и Луни Тунс, как сборка была. И подсолнухи. В общем, да, все старые, старые, классные сборки. Шоколад уже был как песок. Слишком много лет прошло. Уже сколько? 26-26 лет прошло. Так, все капсулы у нас старые. И все почему-то темные. Не знаю, будут ли у нас там все коллекционные игрушки. Думаю, что нет. Нет, не все коллекционные. Видимо, раньше все капсулы в Италии были такого цвета темного. Поскольку здесь у нас попадается сборка. О, эти вкладыши как раз в моем детстве были. К-98, К-97. И тоже, кстати, неплохая была сборка. Да, здесь у нас такая картинка черно-белая. Потом бах, она станет светлая. Оп. Да, как она и делает это. Такой небольшой. О, видно было, да? Как этот фокус получается. Небольшой фокус. И так, ну что ж, где-то у нас должен котенок-египтенок попасться. Следующая у нас тоже сборка. Так, надеюсь, одна все-таки гарантирует. У нас коллекционные игрушки попадется. Старая добрая сборка. И здесь у нас четыре каких-то разных зверушки. И у нас попадается... Не, не терепаха, не знаю, кто это. Вот такая вот у нас здесь красота из прошлого. Два ящеречка. И прям неплохо она все собрана. Так что крутится и голова, и лапы. Ну и вообще, да. Старые сборки прям неплохо были сделаны у киндера. Так, последний киндер на сегодня. Здесь у нас котенок-египтенок должен быть. А, нет, смотрите, вот так. Да, видимо, раньше все-таки не гарантированно была. Коллекционная игрушка попадалась у нас. Так, попалась сборка. О, сборка, где накидывать надо колечки. Ну что ж, сейчас бы киндер выпустил бумажные колечки. Ну и посмотрите, какая красота. Сейчас бы, конечно, эти колечки были бумажными. А тут прям вот все такое пластиковое, классно сделано. 10, 20, 30 очков. Ну, жалко, что не попались котят-египтят. А тем не менее, все равно у меня вся коллекция есть. Мы продолжим распаковывать старые киндер-сепризы, новые киндер-сепризы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем спасибо. Пока-пока.